речь почему же так плохо на душе человеку плохо на душе становится когда он забывает основную концепцию нашей жизни она состоит из нескольких частей первая часть она звучит так как бы не было плохо вам вашей жизни вы должны сказать себе мне нравится или я получаю удовольствие от того то и того то как бы вы хотели или не хотели делайте это второе что забирает у вас энергию одна одна из систем которые на сегодняшний день чрезвычайно сильно забирает у человека энергию это техногенка что это такое это ваше внимание который вы направляете в телевизор я говорю это серьезно вы направлять а что же делать а вот попробуйте без этого попробуйте на протяжении дня самого утра не начинать с телефона берите телефон только после при пробуждении человек должен сделать три элемента он должен искупаться или умыться почистить зубы сделай так чтобы его тело и его одежда не источало запахи неприятно этому миру второе он должен начать радоваться это сама настрой такой он начинает рада ахаха третья если он ученик школы он начинает думать что весь мир это большое солнце которое чрезвычайно хочет его обнять четвертое он ощущает что она хочет его обнять и радуется этому 5 он настраивает себя на то что мир хочет он ему нравится мир и он живет ему все нравится то есть он говорит мне нравится это мне нравится это мне нравится это мне нравится это отчего на душе плохо от того что в телевизоре плохое вам говорят а вы как пылесборники вновь и вновь это все собери собирает очень часто та информация которая создается эта информация которая создается для того чтобы у вас такое состояние появилась и люди которые умеют такие состояния создавать и поверьте мне это несложно их программировать несложно их создавать и это все называется социальное программирование и то что происходит сейчас у вас в вашей душе это социально программированные запрограммированные системы влияния с целью создать общие или общего количества людей одну и ту же эмоцию одну и ту же задачу одно и то же качество я сегодня это видел я был в торговом центре покупал украшения для нового года детям там платья я не видел людей счастливых как справиться первое запомните навсегда то что вам скажу расширяйте глаза как будто вы восхищаетесь это очень важно очень важно это одна из практик вновь переапгрейдится утром просыпаетесь делать так что же такое то что же такое второе удивляйтесь вот это да третье отвлекитесь от информации которые вы себя грузите нет информации которая правдивая вспомните ту информацию которую получали на протяжении года она подтвердилась ответ нет и зачем вы тогда в себя ее пихали чтобы сейчас чувствовать себя плохо да что мешает жить человеку человеку мешает незнание будущего и да многие люди не знают будущего тогда что же делать если ты не знаешь будущее то это тупик если ты не знаешь будущее то для обычного человека это тупик а если у тебя есть бог за спиной то тогда это наоборот шанс это шанс на мы как эзотерики мы как люди которые занимаются рт е мы должны понимать наше будущее это шанс получить что радость от жизни это наш шанс на шанс высветить этот мир создать новый мир создать радость создать свет использовать пунью засвечивать других людей делать лучи которые могут помочь людям быть более счастливыми мир борется и сейчас мы как раз находимся до апреля месяца во времени во времени когда будет борьба это идти и уже завершаться все в порядке этот период скоро закончится не все так плохо я понимаю что денег нет я понимаю что детей там ваших забирать но это все не так найдите возможность и откройте в себе веру которая заключается в том что как бы вы не хотели если вы будете чувствовать что яркая солнечная энергия вас обожает если вы будете ощущать такое солнце если вы будете чувствовать эти лучи если вы будете радоваться тому что с вами происходит то мир будет не на какие законы несмотря ни на что другим для вас у никого нет денег у вас будут у всех плохо вам хорошо все в жопе вы нет у всех там а что же делать вам все равно почему мы эзотерики а эзотерики другие где бы вы ни находились обращайте внимание на учителя я везде всегда не теряю никогда надежды это не умение терять надежду заставляет меня жить ярко заставляет жить ярко заставляет быть ярким заставляет все равно шевелиться заставляет работать заставляет переориентироваться переобучаться что-то делать крутиться я все время гря что можно сделать сейчас есть интернет и всевозможные можно что-то продавать можно что-то создавать можно кому-то что-то какие-то услуги тогда сейчас мир прекрасен мир уже нельзя не нужно все время на заводах быть не нужно все время там корячиться где-то мир стал другой но первое всегда помните с вами происходит ой что случилось это у меня программа открылась всегда помните с вами происходит то что дает вам бог с вами происходит то как вы относитесь к богу который проявляет то в чем вы живете проявляйте себя агрессивно нервно и так далее такая же судьба будет проявляйте недоверие будет ничего не контролироваться проявляйте злость будет появляться неприятности наоборот станьте ребенком в первый момент удивляйтесь говорить это приятно ой как хорошо ой какой прекрасный день а человек там ой мне плохо мне хорошо погладили вы сделали свою миссию вы-то причем а вы продолжайте быть собой человек говорит а мне плохо мне плохо здесь главное чтобы было хорошо вот здесь главное наша одна из главных таких центральных задач эзотериков заключается в том чтобы у нас здесь несмотря ни на что что происходит в этом мире здесь должно быть хорошо здесь хорошо везде будет хорошо здесь находится душа она ближе всего к богу если ей приятно если да есть эмоции можно раскачать себе и так далее но душа должна быть в счастье душа должна быть в счастье и так далее да 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 ты Продолжение следует...